Я из-за трёху рисовала, и сейчас я вам покажу как-то, как вода есть. Этот механизм создаёт абстрактный узор. Буквально пара минут, и автор готов показать картину. Тем временем у других маленьких изобретателей роботы-атлеты поднимают штангу. Кипят работы на стройплощадке. Все эти механизмы сконструировали и запрограммировали воспитанники детского сада. Дети от трёх до семи лет. У них чемпионат по робототехнике. Ребята соревнуются, кто быстрее соберёт модель по картинке. Мы работаем по этому направлению уже второй год. У детей есть определённые результаты. Мы всегда хотим показывать, чтобы дети видели результаты других детей, чтобы радовались успехом своим. В конце соревнований всем участникам достаются сладкие призы, грамоты и конструкторы. Победителям вручают медали. Как подчёркивают в Центре развития ребёнка, робототехника – одно из приоритетных направлений работы детсада. Этот садик – инновационная площадка Института развития и образования. Здесь есть группа, где занимаются с особыми детьми. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья специально оборудован спортивный зал. В этом зале проходят занятия с инструктором по физической культуре, с такими детками, где можно развивать какие-то физические качества элементарные, для того, чтобы ребёнок мог социализироваться, адаптироваться. Усилия коллектива не остались незамеченными. Красноуфимский детский сад вошёл в двадцатку лучших учреждений области. Независимые эксперты оценили более тысячи детсадов. Специалисты смотрели, насколько открыта и доступна информация о садике, а также насколько профессионален коллектив. Конечно, оценивали и условия в детском учреждении, и то, довольны ли родители качеством услуг. По всем четырём параметрам получилось, что 15-е место занял детский сад, Центр развития ребёнка, детский сад в городском округе Красноуфимск. Что нас очень, конечно, порадовало коллектив. Однако успех не повод расслабляться и останавливаться на достигнутом, уверяет заведующая. Напротив, у Центра развития ребёнка теперь появился новый стимул, чтобы и дальше совершенствоваться и двигаться вперёд. Александра Поддубная, Марина Агалакова, Интеро ТВ